Саакашвили В течение трех лет в этой стране больше не будет выборов, поэтому у национального движения больше не будет рычагов для поляризации и деструкции. За эти три года национальное движение окончательно закончится. Чуть позже премьер-министр страны Иракли Гарибашвили тоже заявил, что исключает возможность того, чтобы Саакашвили был освобожден ранее, чем через шесть лет. Главный преступник в тюрьме и будет в тюрьме еще минимум шесть лет. От нескольких наших сторонников я услышал, что целенаправленно распространяют информацию, якобы Саакашвили не будет сидеть шесть лет. Якобы его собираются передать Украине и так далее. И то и другое исключено. Видимо, это был своего рода ответ президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявлял, что раз Михаил Саакашвили является украинским гражданином, то он лично будет заниматься возвращением того на территорию Украины. Также Гарибашвили сказал, что голосовать за партию Саакашвили позор и заявил, что кандидаты от грузинской мечты одержат победу с огромным преимуществом. А еще премьер-министр сравнил бывшего президента с Гитлером. Когда Гитлера впервые посадили в тюрьму, он начал голодовку. Примерно такую же постановку устроил и этот бедный человек. Это примерно то же самое, если Гитлер после Второй мировой войны потребовал бы возвращения к власти и чтобы народ и мир ему поверили. Напомню, что 30 октября в Грузии пройдут вторые туры выборов мэров в 20 городах, а мажоритарных депутатов Сакребулу в 42 округах. Тем временем, вернувшийся в страну спустя 8 лет Михаил Саакашвили продолжает держать голодовку в тюрьме и через тюремное окошко в душевой комнате отправляет сердечки своим сторонникам. Судя по всему, несмотря на свое незавидное положение, Миша по-прежнему не унывает. Напомню, что несколько дней назад у меня появился аккаунт на Patreon, потому если вам нравится мое творчество, то вы можете стать одним из спонсоров канала. В данный момент существует несколько уровней поддержки. 2 доллара, 5 долларов, 10 долларов и 20 долларов в месяц. Для людей, жертвующих от 5 долларов ежемесячно, я решил создать закрытый телеграм-чат, в который вы при желании можете написать мне по любому вопросу и я обязательно вам отвечу. Ссылка на Patreon находится в описании к ролику и в закрепленном комментарии. Также одним из условий спонсорства является то, что каждый месяц я буду выражать личную благодарность патронам, жертвующим от 10 долларов. На данный момент таких людей двое. Это Левон Аветисов, отправивший 13 долларов, и Иракли Гагуа, пожертвовавший 20 долларов. Большое вам спасибо за поддержку. Это мотивирует меня и дальше делать то, что я делаю, и радовать вас новым контентом. Еще один важный анонс. В следующую субботу, 30 октября, мы с моим другом, автором канала «Важнейшие исторические события», собираемся провести первый для нас обоих прямой эфир на YouTube. Основная тема обсуждения – второй тур муниципальных выборов в Грузии, которые состоятся как раз в этот день, 30 октября. Будем наблюдать за ходом голосования, мониторить результаты выборов и подводить итоги в прямом эфире. Приглашаем всех желающих присоединиться к нам и вместе следить за тем, как проходят выборы в Грузии. Точное время проведения стрима мы определим уже на предстоящей неделе. Перейдем к приятным новостям. В Тбилиси заявили об очередной победе в Европейском суде по правам человека в связи с рассмотрением дела по военным действиям в августе 2008 года. Страсбургский суд отклонил заявление жителей Цхинвальского региона на нарушение прав человека со стороны грузинских военных в период военного конфликта 2008-го. Жалобы касались событий, произошедших 8 и 9 августа в Цхинвале и его окрестностях во время пятидневного международного вооруженного конфликта. По данным грузинского Минюста, против Грузии при координации России было подано более 3000 жалоб. В них заявители указывали на непропорциональное использование силы в отношении мирных жителей со стороны грузинской армии, как в связи с массовыми обстрелами из реактивных систем залпового огня, так и действиями военных, вошедших в Цхинваль. Суд пришел к выводу, что Грузия была лишена возможности осуществлять власть в этих районах, а произошедшие там события нельзя рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской. Страсбургский суд согласился с доводами грузинской стороны о том, что Цхинвальский регион подвергался активным бомбардировкам со стороны Российской Федерации во время войны, и что вооруженные силы Грузии не осуществляли контроль над Цхинвальским регионом и его окрестностями. Поэтому приписать Грузии какие-либо нарушения невозможно. А я напомню, что в августе 2008 года произошла российско-грузинская война, во время которой Россия вторглась на территорию суверенной Грузии и оккупировала Цхинвальский регион. В скором времени Россия признала независимость Абхазии и так называемой Южной Осетии, а Грузия расторгла дип-отношения с РФ. Все государства мира, за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, рассматривают Абхазию и Цхинвальский регион как территорию Грузии, находящуюся под российской оккупацией. По сей день Россия оккупирует 20% территории Грузии. Это тот факт, о котором, конечно же, нельзя забывать. А завершить сегодняшнее видео я бы хотел крайне позитивить, Грузию назвали идеальной страной для фрилансеров. Издание Forbes опубликовало статью под заголовком «Почему эта кавказская страна одинаково идеальна как для отдыха, так и для тех, кто работает дистанционно». Автор статьи Рана Гуд отмечает, что Грузия маленькая, но привлекательная сторона, где каждый сможет найти место по душе. Любители пляжей, гор, вина, кулинарии могут приехать сюда, получить удовольствие и жизненный опыт. Если вы влюбитесь в эту страну и захотите остаться надолго, это очень легко. У Грузии есть уникальный визовый режим, который дает иностранцам возможность остаться в стране до одного года, что особенно привлекательно для людей, работающих дистанционно. В качестве преимуществ для иностранных визитеров были названы такие пункты, как относительно низкая стоимость жизни, доступный Wi-Fi, общественный транспорт и широкий выбор еды. Конечно же, это далеко не единственные плюсы Грузии. Однако, чтобы оценить всю привлекательность этой страны по достоинству, нужно сюда приехать. Грузия радушно принимает у себя всех адекватных людей и ее абсолютно заслуженно называют идеальной страной для фрилансеров. Обязательно приезжайте в Грузию и сами в этом убедитесь. Убедитесь.